Братья Миллеры. Джим и Дэн Миллеры стали известны благодаря своему воинственному духу, проводя очень жестокие бои с серьезными соперниками. Джим многие годы был топовым легковесом, но стать лучшим в своей весовой категории ему не удавалось. Он побеждал таких соперников, как Чарльз Оливейра, Грейсон Тибау и Джо Лоузен, а его брат Дэн недавно перешел в полусредний вес. Но за свою карьеру он был парнем, который соглашается на бой в краткий срок. Он встречался с топовыми средневесами, как Чейл Соннен, Майкл Биспинг. У Джима пока более успешная карьера, но Дэн часто принимает бои в краткий срок, а такое качество весьма похвально. Братья Фрейера. Братья, которые оба выступают под прозвищами Питбуль. Они оба выступают в Беллатории и являются всесторонне развитыми бойцами. Патрисио выступает в полулегком весе и сейчас является одним из финалистов гран-при в этом весе. Талантливый во всех аспектах Фрейера побил таких соперников, как Дэниэль Штраус, Уилсон Райс. Патрик – легковес, он обладает 10 победами нокаутов. Оба брата являются выраженными ударниками и достойными талантами Беллатор. Патрисио определенно более успешен, учитывая, что он проиграл лишь трижды и победил более значимых соперников. Братья Лоузены. Еще одной парочкой довольно известных братьев являются Джо и Дэн Лоузены. Джо сейчас на контракте с UFC и он является одним из лучших легковесов в этой компании. Почти все его победы были одержаны досрочно нокаутом или сабмишином. И это впечатляет, потому что он уже давно находится в этой компании. Его агрессивный стиль сделал его любимцем публики. Дэн даже близко не был так успешен, как его старший брат. Он тоже выступал в UFC, но после поражения его уволили. В любом случае Джо является лучшим бойцом из братьев Лоузена. Братья Руа. Маурисио Руа один из братьев, легенда Прайд и бывший чемпион UFC. Его список жертв невероятен и состоит из Лиота Мачиды, Чака Лидала, Алистера Оверима. Его брат Мурила так и не достиг известности, как Маурисио. И хотя он обладает несколькими хорошими победами, он все равно не дотягивает до своего брата. Братья Элленбергеры. Оба брата Элленбергеры строит хорошую карьеру в ММА. Джейк более опытный боец. Он ветеран UFC и доказал, что является не просто борцом, нокаутировав 18 оппонентов. Его брат Джо. Всю карьеру он выступал на региональной сцене, но сумел победить нескольких сильных проспектов. Джейк определенно более успешен в плане достижений. Братья Нагейра. Братья Нагейра заслуженно один из самых известных дуэтов в истории ММА. Оба бойца провели карьеры, длящиеся более десятилетия. Рожерио был одним из самых видных полутяжей с тех пор, как пришел в этот спорт. Он панамериканский медалист по боксу, что неплохо дополняет его отточенную технику джиу-джитсу. Он побил таких известных бойцов, как Алистер Оверим, Тита Ортис, Владимир Матюшенко, Рошад Эванс. Его брат-близнец Родриго, более опытный боец. Он является легендой Прайд и UFC. Лучшие тяжеловесы мира пали жертвой его навыков, бразильского джиу-джитсу. В списках трофеев Биг Нога числятся Рэнди Кутюр, Тим Сильвия, Джош Барнетт, Фабрисио Эвердум и Мирка Крокоп. Братья Лима. Диего и Дуглас Лима – двое молодых и перспективных бойцов ММА. Младший брат Диего – разносторонний развитый боец. Большинство своих боев он закончил досрочно. Дуглас – ветеран Беллатур, выигравший гран-при в полусреднем весе. И хотя он проигрывал в титульном бою против Бена Аскрена, он одержал победы над Терри Мартином и Райаном Фордом. На данный момент Дуглас более успешен в своей карьере. Однако они еще молоды и все еще может поменяться. Карьера старшего брата является более успешной. Братья Петтисы. Братья Энтони и Серхио Петтисы – два брата, выступающие в UFC. Энтони по многим причинам более известен. Он не только показал миру шоу-тайм-кик, но также стал последним чемпионом WAC в легком весе, а также сумел завоевать титул UFC в легком весе. За свою карьеру Энтони побил многих известных легковесов. Список включает в себя Джо Лоузена, Бенсона Хендерсона и Дональда Серонна. Серхио менее опытный боец, чем его брат, но он уже успел провести 16 боев, из которых в 14-ти выиграл. Очевидно, что сейчас Энтони более успешен. Братья Оверимы. Это два больших брата с мощной ударной техникой и отличным грэплингом. Алистер – чемпион K1, бывший чемпион Dream и Strikeforce в тяжелом весе. Он побеждал многих именитых бойцов – Брока Леснера, Фабрисио Вердума и Витора Белфорта. Валентин – менее известный, но тоже отличный боец. Хотя он хорошо развит во всех аспектах ведения боя, но при встречах с бойцами высокого уровня, ему приходилось сдаваться из-за полученных ударов или нехватки сил. Однако Валентин побеждал таких бойцов, как Рэй Сефо и Рэнди Кутюр. Братья Емельяненко. Оба брата добились больших успехов в спортивной карьере. Александр – младший брат Федора, тоже известен своими спортивными достижениями. Федор определенно обладает большими заслугами в ММА, не проигрывая на протяжении 8 лет, выступая в тяжелом весе. И стал одним из лучших бойцов в истории. Его брат Александр сумел победить таких бойцов, как Сергей Харитонов, Ибрагим Магомедов и другие. Братья Диазы. Ник и Нейт Диаз являются одним из самых узнаваемых братьев в UFC. Ник – старший брат и успел добиться больших результатов, став чемпионом Strikeforce. Нейт же в свое время успел стать победителем шоу Ultimate Fighter. Также младшему брату принесла свою долю славы победа над Коннором Макгрегором. Многие считают этих братьев настоящими войнами, готовыми биться до конца или принять бой на быстром уведомлении.